Так, всем добрый вечер. Кто меня слышит, поставьте опознавательные знаки, плюсики. Сейчас я включу лампу, чтобы меня было лучше видно. Всем-всем добрый вечер. О, пошли опознавательные знаки. О, как я разволновалась, девочки. Но я с вами. Девочки, мальчики, всем все слышно? Отлично. У меня сегодня очень интересная тема. Ну все, мы начинаем. Сразу хочу сказать, что я сегодня работаю без презентации. Я сегодня буду вам рассказывать, потому что тема особенная. Здесь нет готовых скриптов, алгоритмов, либо готовых каких-то инструкций. Но есть очень важные аспекты, очень важные моменты. Если вы над ними сейчас задумаетесь, то ваши продажи увеличатся в несколько раз. Почему я решила, что эта тема сейчас очень актуальна с точки зрения продажи в условиях нового времени? Ни для кого не секрет, что мы с вами оказались совсем недавно действительно в новых реалиях. И даже то, что у нас самоизоляция и карантин, всякие карантины подходят к концу. Но тем не менее мы понимаем, что весь мир изменился. И мы точно понимаем, что какие-то технологии претерпят изменения. И над этой темой продажи я очень люблю. И мы стали со структурой думать. Я пошла на различные обучения. Именно продажи в новых условиях. На разные мастер-классы. Скажем, если окунуться в мою историю, то... Кстати, я так сходу начала. А давайте я представлюсь. Меня зовут Федосимова Ольга. Для тех, кто меня слышит первый раз. А есть такие, кто меня еще не слышал? Вроде все настроилось. Все равно, мне кажется, темно. Вот так, наверное, лучше. Федосимова Ольга. Золотой директор компании Faberlic. В продажах я уже давно. Но если я окуну в свою историю, историю своего бизнеса, я пришла... Я тот человек, который абсолютно не принимал продажи. Считал, что я абсолютно не умею продавать. И я тот человек, которым училась технология продаж. Я тот человек, который полюбила продажи всей своей душой. Я очень люблю продавать. Я могу продать все. Как я всегда говорю, что угодно. Дайте мне слона, я продам слона. Но, тем не менее, новые условия... Давайте уже вернемся к теме. Новые условия, конечно же, внесли изменения в маленькие... Они внесли нюансы. А я очень люблю нюансы. Давайте проверим, кто со мной на связи, потому что я часто сегодня буду что-то спрашивать у вас. Потому что, еще раз повторюсь, сегодня у меня не презентация какой-то там темы. Я вам не дам готовых скриптов. Я хочу поговорить на тему продаж, сделать определенные акценты, и тем самым у вас запустить мысль, что влияет сейчас на продажи, и как с людьми теперь надо общаться, и на чем акцентировать свое внимание, чтобы продажи росли. Мы же все понимаем, что у нас с вами в структурах есть два бизнес-процесса. И когда эти бизнес-процессы запущены, и они работают, то тогда мы можем сказать, что бизнес действующий, он прибыльный, он развивается, он растет и так далее. Следующий момент. Первый бизнес-процесс, который очень важный, это бизнес-процесс рекрутинга. Без потока новых консультантов мы с вами, конечно же, никакой бизнес не построим. Это основной процесс, на который мы делаем с вами акцент. Но кто сталкивался сейчас с ситуацией с такой, что рекрутинг налажен, онлайн-регистрации много, и вживую регистрации много, а конверсия покупок или желающих купить, либо как сделать так, чтобы все покупали. То есть бизнес-процесс продаж, он не тот, который бы хотелось. Сталкивались с тем, что не все новые консультанты, особенно зарегистрированы в онлайн, кто работает, кто регистрирует людей в интернете, и вот уже пошли. Вот конверсия, ну, можно сказать, конверсия не та. Что такого сказать человеку? Почему вдруг перестало все работать? Раньше, например, мы делали продажи, из 10 зарегистрированных 8-6 покупали, а сейчас из 10 регистрированных, если 1-2 купят, это будет вообще замечательно. Поэтому, рассуждая на эту тему, ища материал на эту тему, я познакомилась с очень удивительной девушкой, ее зовут Любовь Егорова, я побывала на двух ее мастер-классах, мы проработали в индивидуальном порядке очень много, поэтому я особо ей благодарна. И, конечно же, не только она, еще мы прям в течение вот этого такого карантинного времени вместе со структурой, с лидерами в этом направлении поработали. Могу сказать, что все, что я сегодня расскажу, вот это мы все отработали уже на структуре. Поэтому у нас есть еще задумки, что еще отработать, но я думаю, что всеми другими результатами уже, наверное, поделюсь, когда мы с вами встретимся на Алтае. Кто на Алтае едет, до встречи, и мы там можем вот этими новыми аспектами еще и поделиться, новыми результатами. Поэтому слайд у меня сегодня будет один. Мы сегодня рассуждаем на тему продаж в условиях нового времени и говорим о бизнес-процессе, который называется продажа. Мы знаем, что продажи – это слово «купить». То есть мы что-то продаем. И я очень не люблю, когда во всех, ну, когда в рекламных сообщениях либо в предложениях людям пишут без продаж, без каталогов и так далее. Это выбор лично каждого человека, но мы реально с вами продаем. Вот другое дело, что продаем, это уже другой разговор. Можно продавать услуги, можно продавать продукцию, можно продавать возможности, можно продавать еще что-то. У нас сейчас спектр очень большой, да, начиная от нового социального проекта, который запустился буквально вчера, от услуги, которую вы делаете лично, например. Да, поэтому здесь очень важна ваша личная экспертность, что вы продаете. Но мы сегодня будем говорить в принципе о продажах. Давайте по этому примеру будем приводить и на продуктовой линейке. В принципе, когда человек регистрируется, нам очень важно, чтобы он стал покупать продукт. Все остальные заходы – это все-таки заходы. А продаем и продвигаем мы с вами прежде всего продукт. Поэтому, когда я говорю про продажах, и когда я учу девушек своих продавать, я открытым текстом говорю, мы действительно будем учиться продавать. Дальше, ни для кого не секрет, что существуют очень четкие технологии продаж. И технологий продаж несколько. У кого-то одна работает, у другого – другая. И сейчас, кстати, вот опять же, это условие нового времени. Технологий много. Технологии доступны. Технологии написано куча книг. И вот этот контент технологический, он известен. Но если такие есть суперские технологии, и если… Подождите, мне прям свет в глаза бьет, и мне кажется, что я прям это… Не вижу половину. Видите, как я раскраснелась. Хорошо. И опять стоит вопрос. А есть ли технологии такие замечательные? Действительно, без технологий никуда. Технологией надо владеть. Технологические все технологии облегчают нам процесс деятельности. Они делают все на автомате. Вот я могу сказать, что когда я стала заниматься продажами в новых условиях, у меня настолько технология в продаже в крови, когда ты там 10 лет, там 5 лет, 3 года продаешь по определенной технологии, она просто на автомате. И ты себя уже сказал, а потом ловишь на моменте, что, о, господи, опять вот по привычке, по накатанной, по тому, как привык делать. А сейчас у нас время такое. Может быть, кто-то ни для кого не секрет. Так, напишите, пожалуйста, звук. У всех звука нет? Или у меня только, или у Веры только звука нет? Вот, поэтому давайте я всегда строила... Отлично. Я всегда опиралась на такую классическую технологию, когда, помните, там по пяти пальцев установление контакта, выявление потребностей, презентация, работа с возражениями и закрытие сделки. То есть классика жанра. Мы могли местами чуть-чуть менять этапы, но, тем не менее, это классическая тема, которая работает на все 100%. Напишите, я, кто владеет технологией продаж, кто умеет продавать на автомате. Не важно, какой технологии, потому что технологии разные есть. Вот, Наталья, хорошо, да. Да, я, Свет, не сомневаюсь даже, кто еще умеет продавать. Вот он считает, что он умеет продавать, и продажи у него... У него есть... Он научился пользоваться технологией продаж. Ну, не стесняйтесь, не скромничайте, пишите, потому что от того, как вы уверены в этих, да, Оксана пишет, я, конечно же, если вы точно понимаете, что вы умеете продолжать, спасибо большое, огромное. Чтобы вам легче меня было воспринимать, и мне было ориентироваться, что вы здесь со мной, давайте все-таки обратную связь в этом плане поддерживать. Итак, технологии продаж. Тогда вопрос. Если у нас технологии так хорошо работают, тогда в чем может быть вопрос, что не столько продаж, сколько хотелось бы? Вот мы начинаем с человеком работать, и мы понимаем, что все делает правильно, по скриптам делает, по технологиям делает, выполняет все от и до. А понимаете, как было, из 20 зарегистрировал один заказ, так и продолжает делать. И вот как раз мы ответили на этот вопрос, и последние два, вот буквально, я не знаю, два-три каталога работаем вот в этих, вот с этими новыми акцентами, и вы знаете, мы стали получать совершенно другие результаты. По-другому реагируют новички, которые приходят, по-другому реагируют те покупатели, которые у нас были, и небольшими секретами все точно не успею, потому что это тема большого такого тренинга, но самые вкусные и самые изюминки я вам расскажу. Итак, поехали. Повторюсь еще раз, что технологии... А, кстати, возьмите обязательно ручку и блокнот, потому что если вы сейчас чуть-чуть не зафиксируете, это все улетит. А фиксировать я вас прошу вот на двух страницах, чтобы вам было понятно. Классическая схема продаж, вы ее для себя понимаете из пяти пунктов, и такие секретики, чтобы в каждом пункте вот сейчас в новых условиях желательно бы поменять, и попробуйте это сделать. И тогда вдруг и через каталог, вот уже в текущем каталоге вы получите совершенно другие результаты. Итак, давайте вот с чего начнем. Начнем с того, что такое продажи. Как вы думаете? Все молчат? Ну, напишите хоть одно слово. Хорошо, давайте так начнем. Давайте... Как сформулировать вам вопрос, чтобы было понятно. А напишите мне, что такое движение. Вот я так прям откуда-то издалека начну. Как вы думаете? Так, Оксана написала, удовлетворение постребности человека, да. Наталья пишет, это мои личные баллы, да. Вот личные баллы, кстати, это показатель измерения, это то, чем можно измерить, каковы личные продажи. Но я сейчас буду говорить не только о личных продажах и о личных в том числе, но тем не менее продажи, это и продажи нашим предвелигированным покупателям, это продажи нашим лидерам, это обучение их нашим, то есть как ваши люди тоже продают. Оля пишет, деятельность совершенно верно, деятельность. Продажа – это деятельность, мы что-то с вами делаем. А давайте такое все-таки физическое явление рассмотрим. Движение. Вот давайте физическое. Что такое движение? Любовь пишет, реализация. Движение уже, реализация? Движение. Ну, давайте это из физики. Из физики. Движение – это мы должны прийти. Действие. Тань, спасибо большое. Действие. То есть движение – это какое-то перемещение. Девушки, прям спасибо огромное за включенность. Движение – это перемещение объемной информации. Из движения, из точки А в точку Б. Действительно, движение – это жизнь. Потому что любой предмет, когда он двигается, он стремится к покою. И для того, чтобы у него движение произошло из точки А в точку Б, вот это движение, у него должен быть какой-то, я не знаю, он должен получить импульс, он должен получить что-то такое, что его заставит двигаться. Потому что если у предмета нет этого ускорения, то он стремится к покою. Вы это можете в жизни, это законы физики, мы их не можем отменить. Вот я считаю, опять же, мы это разбирали на мастер-классе, на котором я была, и мне очень понравилось. Да, заряд энергии, который приводит в движение. Спасибо большое. А вот продажа – это по сути то же самое движение, только движение чего и куда. И как ни банально бы это звучало, в продажах это движение денег из кармана покупателя в ваш карман. И сами по себе вот эти деньги из одного кармана в другой не могут сами перескочить, перейти. Им нужен какой-то ускоритель, им нужен заряд, им нужен потребность. Мы должны придать это движение. И вот как раз наше с вами умение вот это, запустить это движение, денег из одного кармана в другое, и еще так, чтобы клиент вам был вообще благодарен, и вы помнили о нем, и понимали, что это вообще просто высший пилотаж. Вот такая, короче, нужна движущая сила, которая поможет эти деньги перевести в ваш карман. Конечно же, все марки... Наталья говорит чудеса. Да, конечно же, чудеса. Потому что если вам кажется, что мы с вами, приходя в любой магазин, в риэлтор, в ритейли, в продуктовые, что мы покупаем сами, нет. Опытные маркетологи, опытные менеджеры, уже ваш путь, они прописали. Вы точно знаете, что есть, существуют такие точки касания, и когда вы прошли тройку, четыре, пять, семь, говорят, что надо семь точек касания для того, чтобы покупка состоялась. Так вот, у нас с вами задача научиться вот этому движению, вот этот заряд энергии, вот этот импульс для продаж продавать. Почему это стало ощутимо в новых условиях? А потому что, вы знаете, как все обнажилось. Ну, во-первых, мы с вами, наверное, делимся 50 на 50, но я точно себя отношу к категории 50, когда я вообще великолепно умею продавать, великолепно владею техниками, когда я с клиентом, вот что называется, офлайн. А кто-то умеет продавать и онлайн. Но мы сейчас вынуждены все, вот особенности нового времени, что основная масса продаж вообще просто, 95-90%, оно теперь перешло в онлайн. И, конечно же, в онлайне есть свои законы, есть свои особенности. Кто-то в этом ас, в онлайне, и кто-то раньше это перевел. Но, тем не менее, мы все скучаем с вами по временам оффлайна. Я думаю, что вот такие элементы яркие будут, и, конечно, люди соскучатся и так далее. Еще что. У нас с вами совсем другой, другой окраской окрасились наши мессенджеры. Если буквально еще пару лет назад мы очень четко выверяли, и, не знаю, вот это точно было правило, что в любой деловой переписке, это считалась деловая переписка, никаких смайликов, никаких значков, никаких там еще чего-то. Поэтому сейчас деловая переписка, считайте, это акцент нового времени, она осталась только в почте. Вот, кстати, никакие продажи по электронной почте мы с вами не делаем. Мы продажи можем сделать в соцсетях, в личной переписке, мы можем сделать в мессенджерах, мы можем сделать по телефону, и очень большая часть продаж перешла в продажи по телефону, хотя, опять же, несколько буквально вот год назад мы с вами говорили, что живая встреча важнее, чем звонок, то есть лучше встретиться, и здесь мы задаем вопрос, а сейчас для клиента лучше для кого? Для нас с вами, да, потому что мы владеем этими технологиями, а для клиента, опять же, давайте здесь акцент сделаю, в моем понимании клиент это и клиент, который он у меня берет по каталогу, это наши личные продажи, и клиентом, я считаю, те, кто у нас потребители в структуре, они у нас просто вип-клиенты, они пользуются продукцией со скидкой, и поэтому они тоже, мы с ними работаем как с клиентами, причем даже с клиентами более внимательно к ним относимся, потому что это наши структуры, наши вип-клиенты. Дальше, что еще такого интересного? Смотрите, существовала всегда четкая схема, мы продаем продукт, компанию и потом себя. Сейчас времена точно пропустились, все активно, перешли в онлайн, и если вы, наверное, не раз наблюдали, открываете Инстаграм, открываете Одноклассники, открываете Контакт, и классические предложения, они все одни и те же. Ну, если у нас есть сегодня подарок по стартовой программе, порошок Гринли, он один, ролик один, и этот один, и когда человек заходит, ему какая разница, Таня, Ваня, Катя, Петя, у кого купить, у Ольги, у Натали, у Татьяны, или у всех все одинаково на страницах, и здесь очень стала важна в условиях нового времени ваша вот эта персонализация, то есть в любом случае вы должны помнить, сначала вы должны продать себя, как эксперта в какой-то области, затем продукт, а потом же вы присоединяетесь и говорите о компании. Как это не звучит, вот такой цепочкой, но как только мы с девушками стали очень четко перестраиваться на эти цепочки, знаете, как видно, особенно по новеньким консультантам, они еще плохо понимают свою экспертность, новым лидерам, и это такая тема для их роста, когда им хочется сначала прорекламировать продукт, акцию, компанию, а себя оставляют так немножко на потом, и получается, что, и вот в этот момент какая разница, клиенты сейчас очень грамотные, клиент очень умный, он же, если сделал запрос, он может сделать, посмотреть 3, 4, 5, и как вы думаете, у кого он зарегистрируется и купит продукцию с новым подарком, у того, кто чем-то будет выделяться, поэтому здесь очень важна вот эта связка, запишите ее, это прям условие нового времени, то есть сначала вы со своей экспертностью, затем продукт, а потом уже компания, мы работаем в наших личных переписках, в наших личных аккаунтах, в наших личных соцсетях и мессенджерах именно по такой схеме. Ну, а теперь давайте дальше пойдем, я сегодня прям несколько еще таких, давайте вот мы вернемся, вот это движение, да, придать импульс, то есть когда есть четкий путь клиента, ну, давайте вспомним обычный продуктовый магазин, вы заходите, вы знаете, что вам надо купить йогурт, и тут вам теперь, ба-бам, например, дано, он два по цене одного, баннер, потом дано, он реклама, два по цене одного, и вы на автомате идете и покупаете именно это, а вам кажется, что вы сделали сами выбор, нет, у вас вот такими точками касания продуман весь ваш путь, по большому счету, у вашего клиента, потенциального клиента или тот, кто у вас зарегистрировался в онлайн, ему тоже нужен пройти вот этот, у него должен быть запрограммированный путь, и это придаст такой импульс продажам, вы даже себе представить не можете, поэтому следующее, вот эти точки касания никто не отменял, то есть точками касания может быть, может быть любой баннер, любой флайер, может быть подруга, которая сказала, может быть, то есть вот эти точки касания есть в онлайн и в оффлайн, вот ваша переписка в мессенджере, это тоже точки касания, потому что одна из распространенных ошибок, мы один текст написали, два раза к нему обратились, и скажется, все, он ничего не купил, такой-сякой, и у нас какая-то, у людей есть установка, значит, ему уже ничего не надо, а ему просто надо время, вот этих семь касаний, чтобы он их посмотрел, пригласили его в свой инстаграм, он там произошло какое-то касание, посмотрел, если там будет опять не вы, а одна компания, либо, ну, и что, ну, вот такое нейтральное, которое есть у всех, то вы его ничем не удивите, он опять будет дальше искать, выбирать, искать следующую точку касания неосознанно, то есть здесь очень ваша задача в продажах, вот в этих, сделать как раз вот эти точки касания, и у нас наши переписки, мессенджеры, звонки, они становятся точками касания, а не просто назначить встречу, как по технологиям буквально, ну, даже последние книги по продажам, откройте, 19-го года, 18-го года, там вот эти классические схемы, и, кстати, знаете, как легко отследить классические схемы, когда вам звонят с продажами, и предлагают какую-то услугу или продажу, очень часто банки, эти медицинские центры, вас же самих раздражает, вот кого раздражает, когда вы четко слушаете, что вам начинают продавать по определенному алгоритму, Таня, Тань, абсолютно согласна, я теряю нить разговора, раздражаюсь и кладу трубку мгновенно, вот после мастер-класса вот этого и условий новых продаж, теперь я стала ради любопытства, просто, да, впаривать, это вообще, причем говорят все правильно, четко по технологии, я понимаю, какие мальчики и девочки молодцы, а еще сейчас очень, от чего закрывается клиент очень сильно, это реалии нового времени, не только же мы с вами перешли в онлайн, практически все сферы, которые даже раньше не были в онлайне, они перешли в онлайн, и, конечно же, все очень агрессивно, очень так напористо пошли спасать свои продажи, пошли спасать свой бизнес, и вот эти предложения, звонки, и вот эта навязчивость и впаривание, она, да, из вас хороший сетевик получится, Наташ, можно так ответить, но не факт, что получится, потому что те, кто работает строго вот по таким алгоритмам и по таким, вот не проверяет гибкости, вот мы сетевики, тем отличаемся заботой, участием, и очень, знаете как, очень профессиональным отношением, вот это считывается у нас, ну, я скажу так, у хороших сетевиков, поэтому вот давайте вот к этому стремиться, то есть мы, да, мы владеем технологиями, но мы четко знаем, когда наступает новая реалия, мы гибкие люди, и мы можем свои технологии, вот, взять и сделать на порядок выше, чем все остальные, и так, конечно же, в продажах очень важна психология продаж, это работа тренинга сегодня, это мы не будем, вы знаете, что влияет убеждение, есть психология, это отдельная тема, но давайте, вот, теперь вот про что, я сейчас несколько еще, вот, когда мы идем по этапам продаж, давайте, вот первое, вам зарегистрировался новый консультант, и вам с ним надо познакомиться, и как правило, у нас с вами есть заготовки, заготовленный текст, или рассылка, мы его делимся, вот такие, видите, и там, ну, по крайней мере, я много про, да, сделать настройки к своим навыкам, как правило, это распространенно там, меня зовут Ольга, я вас помощник, можно обращаться по всем вопросам, и вот, например, предложение, вы зарегистрировались, и так далее, Людмила пишет, когда мне последнее время что-то предлагают, я взаимно предлагаю фабролик, да, Людмила, это технологии, но это уже технологии, обмена, расширение среднего заказа, это давайте вот сейчас первое, чтобы у нас зарегистрировались, и стали все покупать, либо они у вас, большая есть структура, и они по какой-то причине потерялись, и не покупают, либо вы понимаете, что активность в структуре маленькая, и почему-то по каким-то причинам вдруг перестали делать заказ, мы сейчас про это будем говорить, так, и получается, как наладить контакт, вот как придать тот импульс, вот сейчас такие секретами, чтобы импульс получился, и деньги пошли в ваш карман, итак, первое, знакомство, установление контакта, установление контакта, очень важный акспект, потому что, кстати, первый слив называется конверсии, вы теряете 40% конверсии, когда вы, у вас зарегистрировались, а вы сразу со знакомством, я такая-то, такая-то, мне, я ваш личный помощник, кстати, люди очень сильно обижаются на это, расскажу, какой мы провели эксперимент, чтобы это понять, зачем мне помощник, я сам совершенно прекрасно со всем справлюсь, хотя мы прекрасно понимаем, что на нашем сайте людям действительно надо на первом этапе помогать, но он не понимает, с чем он сталкивается, но на это нет, все, я сам сталкивались с этим, мне все понятно, я сам сделаю, при этом нет заказа, потому что он пару раз зашел, в черновиках оставил и так далее, либо не разобрался, либо не получилось, есть такие, они прямо-то говорят, а мы к ним с этим обращением, поэтому вот сейчас очень важно, смотрите, сейчас в условиях нового времени можно даже не писать свое имя, например, у вас зарегистрировался человек, и в этот момент ему мессенджер, нашли его, либо по телефону, как вы привыкли, звоните, ну, либо пишите и спрашивайте, вы оформили, вы оформляли скидку 20% на сайте Faberlic, да? было такое, прям вот таким фразой, или пишу здравствуйте, или пишу привет и ставлю смайлик, и жду от него обратной реакции, в этот момент, вы знаете, кажется, проще простого, но вот этот маленький секрет, он вызывает человека на переписку, на разговор, либо на звонок, и совершенно по-другому устанавливается контакт, это первое, если вы по телефону слышали, здравствуйте, я представляюсь, меня зовут Ольга, как мне к вам обращаться, вот это, как мне к вам обращаться, кто слышал эту фразу, поставьте мне плюсик, как мне к вам обращаться, она настолько сейчас в технологиях приветствуется, вообще приветствовалась, ребята, напишите, сделайте себе вот здесь такую страницу, топ нельзя, вот это то, что сейчас нельзя говорить вообще, она не просто раздражает, это вообще классический перевод из иностранных книг, иностранных технологий, и она действительно раздражает, поэтому вот как сказать просто по-русски, там, привет, меня зовут Ольга, как вас зовут, обычным голосом, и знаете, вот такой маленький, вот мы когда стали это пробовать, вы просто поразились, насколько, либо мы пишем просто привет и ждем, когда человек, он либо пишет привет, либо здоровается, но я иногда пишу здравствуйте, сразу ставлю смайлик, либо вот эта фраза, вы сейчас, сейчас, если я успеваю, когда он только что, вот мне пришла смс, и я даже тут же ему пишу, вы регистрировались на сайте, оформляли скидку 20%, либо правильно, да, это вы, то есть я уточняю у него, а потом уже мы начинаем дальше разговор, это наши точки касания для того, чтобы провести его дальше по разговору, кстати, вы сейчас можете говорить, это вообще, эту фразу пишите в топ 10, которую нельзя говорить, Людмила, я прям буду называть вещи своими именами, не знаете почему, и так, как вам обращаться, можете ли вы сейчас говорить, почему, объясняю, сейчас время такое, то есть мобильное, быстрое, и если человек взял трубку, у вас есть буквально 30-40 секунд, чтобы все сказать, что вы хотели, а когда вы начинаете вот это расшаркивание, простите меня за это такое не очень уместное, наверное, слово, но мы точно теряем в этот момент тым-тым-тым-тым, если я уже взяла трубку, я точно могу говорить, потому что если я не могу говорить, я не возьму трубку, и если вдруг все-таки человек трубку взял, вы стали спрашивать, эти фразы не просто дисфансируют, они прям, они знаете, как вот если конверсию мерить, минус 10, минус 10, минус 10, минус 10, и мы на входе имеем, я не знаю, двухпроцентную конверсию от наших вот этих вот, они действительно увеличивают дистанцию, она сейчас с вами вот в условиях нового времени, потому что мы все делаем с вами теперь через экран, либо через экран телефона, либо через экран компьютера, либо через трубку телефона, нам эту дистанцию надо учиться, вот с одной стороны сокращать, а с другой стороны не переходить личные границы, поэтому вот эти мы с вами две фразы написали, не представляемся сразу в лоб и не говорим вот этими иностранными фразами, а как, всегда спрашивают, а как тогда говорить? А давайте вот просто, сейчас очень важно человеческая забота в любых технологиях, человек хочет общаться с человеком заботливым, простым, понятным, участливым, вот знаете, что я называю человеческим языком, но мы же не, вот когда в обычной жизни знакомимся, мы же не спрашиваем, а как мне к тебе обращаться, и ребенка так не учим, мы учим спокойно ребенка подойти, спросить тебя, как зовут? И в этот момент очень легко строить, например, дальше взаимоотношения. Вот может сейчас кто-то скажет, что это такая мелочь, опять же, подчеркну и повторюсь, проверено на практике, вот такие, вообще, я не знаю, высший пилотаж состоит из мелочей, и вот эти мелочи, они, конечно, влияют на все. Так, вот здесь мы про контакты сказали. Итак, первое, установление контакта, и здесь таких очень, да, важных момента. Самое интересное, что когда вы буквально два, ну, две переписки у вас будет, там, серия, вы зарегистрировались, два все правильно напишет, да, например, и она спрашивает, и в этот момент спрашивает, а как вас зовут? вы так не по имени, и если интересно, она спросит, как вас зовут? А если ей пришел ваш контакт, что Ольга, и этот телефон высветился, она уже знает, как зовут, и потом уже состоится это знакомство, и как раз вот это обмен вот этими знакомствами, оно как раз и создает вот эти вот точки касания, и ощущение заботы, ну, оно не только ощущение, вот я честно говорю, что я очень реально, я всегда говорю, я тот человек, который лоббирует интересы вашего кошелька, вашего времени, и вашего, и максимум для вашей пользы, вот с этой точки зрения. Следующее, на что идем, да, так, львиная доля, а, еще, смотрите, ну, буквально, ну, вспомните же, мне кажется, это настолько у нас у всех на слуху, мы всегда очень горды, это было время, когда это работало, мы говорили, я консультант по красоте, я консультант там по нижнему белью, ну, либо там еще как, вот консультант, то есть вот консультант, эксперт, консультант по кислородной косметике, я сама так говорила, и много лет, и это работало, а сейчас новое время, но смотрите, сейчас очень важно поменять вот эту субличность, потому что смотрите, с чем мы сталкиваемся, ну, я точно в своей структуре с этим сталкиваюсь, и не только в структуре, это наблюдая с Плешей рядом, мы настолько увлеклись консультированием, мы колоссальное количество времени общения с клиентом тратим на консультирование, а на закрытие сделки и на саму продажу оставляем совсем мало времени, поэтому вот здесь давайте все-таки действовать из субличности, потому что как только мы включаем субличность консультанта, мы просто консультируем, если мы с вами начнем общаться из субличности руководителя структуры, и с субличным человеку, который отвечает за продажи, вы как руководитель структуры отвечает, сколько у вас продаж в этом каталоге было, и если у вас маленькие личные объемы у ваших консультантов, кто ответственный за это? Вы ответственный за это, то есть вот такая, и вы начинаете включать другую субличность, ни для кого не секрет, что такое субличность, как она влияет на разговор, на позицию человека, простой пример, идет бизнес-леди, красивая, деловая, стильная, она только что провела, я не знаю, там, большое мероприятие, деловой язык, четкая речь, установки, задачи, и тут она закончила, поворачивается, и к ней пришел ее ребенок, маленький ребенок, она увидела маленького ребенка, и у нее мгновенно субличность переключилась, и она стала милой мамочкой, и у нее другой тон, другой голос, другая мимика, другая улыбка, то есть вы смотрите, мы всегда, помните, как говорится еще в Мира Залевская, мы всегда действуем с вами и ведем себя из одной субличности, то есть у нормального, здорового человека на голову в одномоментное время действует только одна субличность, и если вы настроитесь продавать, ну вы давайте продавать, не консультировать, не экспертировать, потому что мы очень любим по этому поводу рассуждать, а именно продавать, и если моя цель продать, и понять, что человеку надо, поэтому главное, вот мы давайте действовать из этой субличности, поэтому вот своим, ну вот прям, и даже из определения, из презентации, на какое-то время, пока сейчас вот условия нового времени, и нам надо вот эти продажи в онлайне поднять, давайте слово, ну предлагаю попробовать слово консультант из обихода убрать, потому что он включает совершенно другую субличность, кстати, в ритейле вы тоже очень часто с этим сталкивались, когда мы только говорим, вы приходим, например, ну я не знаю, вот такую технику, она сконсультирует и консультирует, консультирует и консультирует, потому что он здесь поставлен, консультант-продавец, а функцию продаж он выполняет, я уже готова купить, а он все консультирует, и я бросаю и иду к следующему, поэтому вот этот еще очень важный аспект. Следующий, давайте, что еще очень важно в момент, когда мы с вами начинаем у людей, сейчас вообще фразы будут вообще просто, смотрите, мы всегда говорим, выявление потребностей, вообще очень важная штука выявления потребностей в технологиях продаж, но вот сейчас такое время, если мы начнем в переписке, в звонках, в мессенджерах выявлять потребности, мы очень много клиентского времени будем терять, поэтому такая рекомендация, и тоже она сейчас уже последние, вот три, два месяца, три, мы ее пробуем, конечно, открытие просто колоссальное, попробуйте и вы, мы ее назвали, знаете, как программирование, то есть если мы понимаем, что нам от клиента надо, то мы ему такой путь уже заранее программируем, и есть очень удобные такие алгоритмы, которые позволяют нам с вами вот этот, вот эту программу, вот этот импульс, кстати, вас когда-нибудь ставил вопрос в туплик, ну как, тебе понравилось? Вот человек листает наш каталог, и мы задаем, ну как, интересно? Или вы отправили картинку ему с акции первого шага, но у нас такие стартовые, вот согласитесь, ну я не знаю, надо быть полным дураком, чтобы отказаться от такого предложения, на полторы тысячи берете вам на тысячу подарок, так, и получается, что, и почему-то люди этим не пользуются, как вы думаете, почему? Ну ладно, у нас не так много времени, чтобы рассуждать, но если есть какие-то идеи, напишите, предложения вот такие выгодные, продукт просто замечательный, ну, а получается, они выбрать не могут, и подарок не получают, хотя, в принципе, это предложение, ну я не знаю, круче не придумаешь, нигде такого нет, и вот эту ценность предложения, по-хорошему, и надо ему по этому поводу и донести, и что получается, не выявление потребности, что ему надо, он уже зарегистрировался, он уже взял в руки каталог, он уже произвел, а мы его опять спрашиваем, что вам интересно, так он уже заинтересовался, а мы скажем, да, конечно же, они теряются, они хотят разбираться, я всегда своим девчонкам, знаете, что говорю, вот у нас просто на этаже был отдел ОТО с каталогами, я говорю, возьмите сейчас вот этот каталог ОТО 240 страниц, и буквально в течение 10 минут, да ладно, 10 в течение дня, выберите себе три вещи на полторы тысячи, потому что будет заказ, вот так начинают его листать, и начинают хохотать, они понимают в нашем каталоге разобраться, выяснить, хотя она искренне была заинтересована, а мы опять ему спрашиваем, вам интересно, как вам предложение, будете заказывать, вам понравилось, пишите эти вопросы, сейчас в наше время, когда мы ценим время клиента, мы ценим время свое, но мы не торопим условия такие, то есть если еще в оффлайне, мы можем с ним на эту тему поговорить, то, что касается в условиях мессенджеров, соцсетей, переписки, мы здесь сокращаем все до минимума. Итак, программирование, тогда как спросить, и что, вот как запрограммировать, что значит программирование? Конечно, никому не понравится, что вас программируют, но я вам точно могу сказать, это с точки зрения заботы о них, вот такая, знаете, я сейчас даже приведу такие примеры, опять же, на примерах вот таких наших с вами жизненных, когда мы, ну вот она, давайте на том же рекрутинге, она зарегистрировалась, привет, привет, вы регистрировались, она пишет, да, я регистрировалась, и я уже даю ей направление, смотрите, какой сегмент вас больше интересует, и опять смотрите, да, Оль, надо закончить, вас что заинтересует, вы у нас уже были, вы что-то пробовали, или еще что-то? Три, да, вас что интересует, декор, товары для дома, или вы еще что-то спрашиваете? Три, нам надо создать ей программу, вы заинтересовались чем? Просто скидкой, либо конкретным товаром, или вы что-то до этого пробовали, и она вам отвечает, она вам отвечает, тым, 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 а если вы спросите, какой вас сегмент больше интересует? Все, человек интересует и пишет, а она какой сегмент знает? Она раз и замолчала, и дальше не переписывается, например, как вариант, либо, что еще может быть такое, так, ну, вот по этому сегменту, очень, очень такой наглядный, это пример, либо, я говорю, вы за каким-то конкретным продуктом, либо вас что-то еще интересует, либо вы просто на скидку, то есть вы заранее себе можете вот эти, в зависимости от каталога прописать, вы конкретно за порошком, вас интересуют товары для дома, или вы что-то пробовали, или вам кто-то посоветовал, или вы у нас уже раньше были, я всегда спрашиваю вопрос, вы у нас были раньше, пробовали что-то, или для вас новое вам кто-то порекомендовал, она же, она ответила, и дальше после этого мы с вами начинаем дальше действовать, хорошо, для вас вот это и вот это, да, следующий момент идет, мы спросили, что ее заинтересовало, она говорит, вы за подарком, либо вы хотите скидку получить, либо вы еще что-то хотите, вот это программирование сейчас очень важно, конечно же, в условиях, например, тренинга, даже онлайн-тренинга, это можно накидать, и можно порепетировать, и в принципе, ну, поэкспериментировать, что лучше работает, но я сейчас хочу вот это донести, что вот в условиях нового времени, вот такая гибкость очень важна, следующий аспект в технологии, это когда, давайте, когда мы все начинаем говорить, вы помните, я сказала, человек хочет общаться с человеком, по представлению мы с вами этого коснулись, а вот теперь здесь по-человечески, что называется по-человечески, как только мы начинаем презентовать нашу продукцию, вот такую делать, вот предложение, мы сразу начинаем говорить очень шаблонными фразами, как я называю фразами каталога, вы не представляете, как они у нас засели просто вот, кстати, вы когда будете слушать, когда у вас банки, либо вот кто вас по технологии рекрутирует, вот как раз вот такие шаблонные фразы, давайте я вам назову несколько шаблонных фраз, а их достаточно очень много, которые вообще мгновенно сливают всю конверсию, вы можете их говорить, вы можете их писать, но я точно знаю, что мы с вами на 90%, 85% этими фразами пользуемся, пользуемся на автомате. Итак, первое. Впереди планеты всей. Говорили такую фразу? Если знакомые фразы увидели, пишите, слышала, ставьте плюсик. Дальше. Мы говорим 100% гарантии. Сейчас все дают 100% гарантии. Вообще шаблон шаблоном. Соотношение цены и качества. Слышали такую фразу? Только у нас и больше ни у кого. Слышали такую фразу? Вам повезло. Вы получили уникальную возможность. Шаблон шаблоном и шаблоном погоняет. Только сейчас, например. Хотя вы смотрите, когда вы пишете не только сейчас, а указываете, например, три дня действует скидка, это будет триггер. Это будет тот, скажем, чтобы успеть получить. Дальше. Большой опыт работы. Российская компания впереди планеты всей. Лучший выбор. Лучший вариант. Номер один на российском рынке. Дальше. Что еще? В кратчайшие сроки. Там является, там, центры научных разработок. Является лучшей версией. Мы лидеры рынка. Только уникальный продукт. Дальше. Так. Единственная компания. Лучшее качество. Ну, это я уже вам начала повторяться. Дальше. Соотношение. Кислородная косметика. Кстати, я эксперт именно в кислородке всегда. И вот эти фразы. Кислородная косметика. Я уже начала от них отказываться. Это получается шаблон. На шаблоне люди от шаблонов устали, девочки. Им хочется простого человеческого общения. Им хочется просто русским языком. Что говорить? Как говорить? Когда это? Вы, конечно же, эти все сразу скажете. Если мы говорим по лучшей, то есть это лучшая компания. Кстати, сейчас я начну вам говорить, и вы увидите, как наша компания в этот момент. Наташ, я совершенно согласна, что люди считывают эмоции. Но тем не менее, когда мы говорим вот такие фразы, они наши эмоции считывают. Но мы столько тратим времени. Конечно, у нас есть конверсия, но мы можем ее увеличить, если мы сейчас на какое-то время эти фразы немножко уберем и подумаем, как сказать об этом по-другому. Что еще? То есть вот эти фразы, кстати, вы себя половите на этих фразах. Мы часто очень этими фразами. Эксклюзивный продукт. Вообще шаблон на шаблоне. Спасибо, Люд. Это прям... Найдите компанию, которая не скажет, что у них эксклюзивно. Давайте по-честному говорить. Найдите хоть одну компанию, которая скажет, о, у нас вот это не очень качество. И мы не очень... Спасибо, Свет. И мы, например, у нас здесь брак, или у нас не лучшая косметика всем. И нам с вами надо вот из этого... Дальше. Еще, знаете, какой очень распространенный? Я представитель компании Faberlic. И сейчас все говорят, я представитель, я представитель. Знаете, как легко... А как сказать, чтобы это был не шаблон? А очень просто оказывается. Надо сказать, когда вы представили себя, когда представили продукт, и говорите, а вообще я представляю компанию Faberlic. Я представляю компанию. Не я представитель компании Faberlic. Я представляю компанию Faberlic, и сотрудничаю с ней много лет, потому что это был мой такой выбор, и я ему очень довольна. Вот напишите себе, пометку такую себе сделайте. И на самом деле здесь нет правильного, неправильного. Вы сейчас просто об этом задумаетесь, и когда начнете писать, либо начнете продавать, вы себе много открытий сделаете. И знаете, как совсем по-другому на это реагируют люди. Ну, например, сейчас же у нас все тоже вокруг доставки крутится. И, например, там быстрая доставка, либо там в кратчайшие сроки, либо там наоборот, мы понимаем, что у кого-то поставка раз в неделю – это не кратчайшие сроки. А сейчас доставка – это очень важная, и сроки очень важны. Тогда мы договорим очень понятным, доступным языком. Пишем и говорим. Не лучший сервис. А что входит в этот сервис? Вот вы что ему в этот сервис делаете? Не лучшая доставка, а мы вам доставим, тогда-то, тогда-то все будет в таком-то, в таком-то виде, и вы все это заберете и так далее сделаете. То есть мы раскрываем, как это будет. То есть начинаем переводить на русский человеческий язык. Поэтому вот это сейчас очень-очень-очень важно в условиях нового времени. И я еще хочу сказать несколько слов по работе с возражениями. С чем столкнулись здесь? То есть, опять же, у нас в работе… Вот вы понимаете, вы начинаете говорить, и вам какое-то возражение. Возражения, они все стандартные. Либо по качеству продукта, либо по сомнениям, либо, слышали сейчас вот в условиях, да, у нас тут карантин, я без работы, ты со своим фаберлик, например. Вот, по крайней мере, мы очень в последнее время часто с этим сталкивались, с таким возражением. Мне там, типа, продукты не на что купить, а ты тут мне со своими кремами, красотой или еще с чем-нибудь. Ну, например, это просто свеженькое возражение. Хотя возражения остались те же самые, да. Например, там, дорого мне, не хочу. А, например, есть сейчас люди, которым дорого, а есть кто готов, соскучился по шоппингу, и он готов шоппинговать направо и налево, а мы его не чувствуем, начинаем сдерживать его продажи. Это тоже относится к продажам. Если вы понимаете, что человек готов покупать, ну и пусть он покупает, потому что люди реально соскучились по шоппингу, и люди в офисах, в структурах разделились 50 на 50. И вот эти вот клиенты разделились 50 на 50, которые либо здесь вопросы можно задавать и понимать про них, что у них происходит. То есть вот то, у другого, другое. Какие еще возражения? А давайте сразу вот так, потому что время у нас не так много. Вот топ-10 из классической схемы продаж, что нельзя сейчас говорить на возражениях. Напишите себе их. Вот таких топ нельзя. Они сейчас вам начнут резать ухо, когда вы их будете слышать. А их вот эти вопросы, когда начинают отрабатывать возражения, они во всех книгах, они во всех на языке, мы сами к ним очень сильно привыкли. И помните этапы работы с возражением? Присоединение, отработка, ответы на вопросы, классическая схема. Она нужна, без нее никуда. Но давайте внесем в нее аспекты. Что нельзя говорить? Первое. Я понимаю, что у нас дорого. Он говорит, дорого. А ты говоришь, как я вас понимаю? Что произошло? С одной стороны, как в технологии нас учили, мы присоединились к его сомнению либо к его возражению. Присоединитесь. Но здесь маленький нюанс. Мы к нему не присоединились, а мы с ним согласились. А это две разные вещи. Скажите, у нас разве дорогая продукция? И когда люди присоединяются и соглашаются, мы подтверждаем сомнения клиента, а потом хотим, чтобы он у нас покупал. Нам его сомнения надо развеять, когда он говорит, например, дорого. Либо про то, что сейчас не дофабролик, я тоже приведу пример. Итак, первая фраза. Я понимаю, что у нас дорого. Пометьте себе нюанс. Мы присоединяемся, но не соглашаемся. Как сказать? Потом скажу. Дальше. Мы же часто, смотря с чем сравнивать, а вы с чем сравниваете? Вот сейчас это убираем, потому что вот сейчас в условиях вот этого нового времени сравнение. Я миллион раз сама, честно, я владею технологиями, я всегда там, например, с чем сравнивать, с какими технологиями, там, с Mercedes, с Жигулями, или еще некорректное сравнение сейчас. Ну, вот так время сейчас устроено, вот такое сравнение не работает, поэтому этот пример в работе с возражением убираем сейчас. Говорят, мне надо подумать. И какой у нас классический вопрос? Мы говорим, над чем хотите подумать? Убираем. Вот вообще на этот, вот это теперь топ нельзя, потому что как-то, вот человек сказал подумать не потому, что ему надо подумать, а потому что ему надо что-то ответить. Сейчас большая, ну, давайте все топ скажу, да, или следующее, а что вас не устраивает? Говорят, мне не устраивает качество. И мы спрашиваем, а что вас не устраивает? Вот эти вопросы убираем, вот эти вопросы, теперь мы с ними не работаем. А что конкретно вам не понравилось? А вам интересно? Ну, что скажете? Вот такой вопрос. Готовы приобрести? Помните, на закрытии сделки мы всегда говорили, все, готовы покупать, готовы приобрести? Не говорим. Нам нужен импульс, нам нужно закрыть сделку импульсом, чтобы его деньги перешли в карман к нам. Поэтому, вы готовы приобрести? Он говорит, нет, не готов. И все, и все, все остальные вот эти вопросы становятся бессмысленные. Нам надо потом весь процесс вот этого простройки разговора начинать заново. Либо еще, как вам мое предложение? Понравилось? Особенно, если мы предложение бизнеса делаем или предложение возможностей. Все рассказали, все красиво, и спрашиваем его, понравилось или не понравилось. Тогда что нужно делать? Что нужно делать, если это так? Ну, здесь давайте пример такой приведу. вспомните маленького ребенка. Вот сильно я люблю примеры про маленьких детей. Если он решил что-то, ну, чтобы вы должны ему, например, купить мороженое, он хочет мороженое, он вас спрашивает, мам, мы сегодня пойдем мороженое покупать? Вы говорите, я подумаю. Он не будет спрашивать, о чем подумаешь, да? Он походит и скажет, а мы пойдем в тот магазин или в другой магазин? А мы сделаем с тобой вот так и так. А давай я уже туфельки надел, и мы сейчас с тобой сходим. А давай я тебе вот это, понаблюдайте за детьми, у них это в крови. Вот у нас с вами должно быть точно так же. Он вам подумайте, вы можете спросить, а давайте я вам задам пару вопросов, вы на них ответите, и когда вам все понравится, не если вам все понравится, а когда вам все понравится, мы с вами тогда оформим заказ, я вам оформлю, вы все платите и получите заказ тот, какой надо. Вот такие маленькие нюансы. Давайте еще вот эти фразы запишем. Давайте я вам задам пару вопросов, и когда вам уточню, и когда вам все понравится, потому что у нас есть разные направления, либо разные, и когда вам все понравится, и вы называете, что вы сделаете. Дальше. Когда вы ведете переписку и закрываете сделку, у вас в любом случае должно быть продажи, вы делаете вот эти касания, и закрываете сделку, вы не даете, он уже с вами разговаривает, и он уже готов купить. Поэтому, ну, знаете, очень наглядный пример, когда нам дали 300 рублей в конце каталога. Девчонки звонят и спрашивают, 300 рублей, рассылка прошла, смски прошли, делаем звонки. 300 рублей. У вас подарок 300 рублей. Готовы воспользоваться? Хотите? А что у вас кончилось? Что люди говорят? У меня все есть, сейчас нет денег, я все купила и так далее. А здесь совсем другим вопросом. Звоните, человеческое общение, например, Лен, привет. Подарок. У тебя в подарок 300 рублей. Давай забронируем твои любимые продукты. Давай сразу оформим твои любимые продукты. Ну, грех, обидно будет, если завтра все исчезнет, и ты этими деньгами не воспользуешься. Ну, это сейчас я сходу как один из вариантов. И когда мы начинали вот таким макаром разговаривать, вот так вот гибко, во-первых, программирование, раз, два, три. Посмотри, что у тебя закончилось. Может быть, товар для дома, может быть, косметика, а может быть, еще что-то. А она говорит, да мне сейчас не дофабрлик. У меня сейчас, например, там о другом голова болит. Запишите еще одну такую очень классную фразу, которая в этот момент вам поможет. Сейчас я ее сформулирую, чтобы она была очень четко. Знаете, какая? Сейчас, секундочку. Вот на это возражение, что у меня сейчас дофабрлик. Слушай, ты не представляешь, сколько раз я сейчас слышала вот это, не дофабрлик. Так я тебе и поэтому и звоню. Я тебе потому и звоню. Потому что сейчас о чем надо думать? О безопасности семьи, о том, чем ребенка увлечь, как закончить год и так далее. Ты, кстати, о безопасности подумала? У тебя все с порошками в порядке? Ты те берешь. У тебя санитайзер есть? У тебя это есть? А детям Вики, он ты купила, они тебе просто в интернете сидят это? Ну, я сейчас так сходу накидываю. Но, тем не менее, вот эти моменты очень важны. Следующее, на чем хочу. Давайте еще проговорим про интонацию. Это то, что касается телефонных звонков. То есть, во-первых, у вас голос должен быть очень заботливым и улыбающимся. По телефону это очень сильно считывается. Это первое. А второе, вот это вот побудитель к действию. То есть, мы не спрашиваем, будете оформлять заказ? Либо готовы оформить заказ? Выбрали, что вы хотели? А говорим, давайте так, я вам отправляю каталог, вы выбираете, и мы оформляем с вами заказ. Давайте, вы сейчас мне назовете, что у вас предварительно кончилось. Дома еще посмотрите, и мы с вами заказ подкорректируем, завтра его утвердим, вы уже в пятницу его получите. И ваши деньги, вы еще сэкономите 300 рублей. То есть, вы ему, его путь, давай с тобой поступим так, давай сделаем с тобой вот так. И рисуйте, как мы сделаем. Ну, вот, обычно, когда очень много возвратов с нижним бельем, я стала этим пользоваться вообще мгновенно. Я говорю, давай с тобой так поступим. Мы сейчас три модели выберем, ты примеришь, определимся, когда все понравится, тогда мы с вами с тобой все утвердим, оплатим, и у тебя получится заказ с одеждой, с продуктами, вот с тем же, что мне сейчас не до фабрилик. Вот я тебе потому и звоню, ты же знаешь меня, я никогда не предлагаю бесполезных продуктов или ненужных. Я сейчас говорю о том, что ты покупаешь каждый месяц в магазине. Ты же это покупаешь, порошки покупаешь, средства для мытья посуды покупаешь, дезинфекторы сейчас покупаешь, салфетки покупаешь, да, вот давай сейчас вот на эти 300 рублей, вот это, кстати, тебе для семьи сколько надо заказать? 5, 10, 15, чтобы у каждого в кармане был. Вот это очень хорошо срабатывало и поднимало продажи. На самом деле, да, так, сейчас я немножко вытахну, так, поэтому, ну вот, по крайней мере, вот эти самые важные акценты, знакомство, когда выявляем потребности, мы, получается, делаем их, программируем путь, выбираем путь, мы точно помним, что раз они уже к нам пришли, они чем-то заинтересовали. Кстати, маленькое ноу-хау, оно тоже заработает великолепно. Если сейчас вы отправите свою структуру и у вас найдется куча зарегистрированных консультантов, которые так и не сделали заказ, очень хороший повод к ним обратиться. Там пишите «Привет!», ну, опять же, вы там сформулируете «Привет!». Вы напомните мне, пожалуйста, вы оформляли, вы регистрировались к нам в структуру. По какому поводу? Вы хотели подарок, скидку или что-то еще? Или вы хотели конкретный продукт или что-то хотели купить? И что-то пошло не так. О, вот эти вот, вы будете пересматривать записи, если запишите фразы, они работают просто. Вы знаете, он на самом деле удивляется, он идет в историю, вспоминает, да, я хотел скидку, но что-то пошло не так, не получилось, не утвердил заказ, нет, и они реально возвращаются, все нулевики возвращаются и начинают делать заказ. И скажи, ну, вот я почему вам и пишу, потому что сейчас для вас вот опять такой шикарный порошок в подарок, смотрите, вы можете сейчас 900 рублей забрать подарком. Для этого давайте выберем, я вам помогу и так далее. То есть вы ему сначала выбираете, потом давайте поступим так, я вам задам пару вопросов, вы, когда вам все понравится, сделайте, потом у вас еще будет подарок. То есть чувствуете вот эту алгоритм, схему, когда мы ее вписываем в повседневную нашу с вами сетевую действительность, результаты получаются вообще просто обалденные. У меня на данный момент открытый статус Рубина, у меня девчонки закрываются, не все получается, как хотелось, потому что мы тоже все учимся, естественно, время несло в свои коррективы. Я очень сильно надеюсь на то, что мы в августе с вами встретимся на большом вот этом нашем лидерском драгоценной мастерской. Мы, конечно же, поделимся всеми вот такими находками. Вот, наверное, все, что я вам хотела сказать, я сказала, хотя, конечно, на эту тему можно говорить много и приводить примеров много. Если что-то хотите спросить, задайте вопросы, я еще здесь и в течение пяти, там, трех минут готова на них ответить. И поставьте мне, пожалуйста, там, десяточку, если вам понравилось, потому что эта тема вот в условиях такого онлайна, конечно же, она, ну, воспринимается немножко по-другому, но, тем не менее, все, что я хотела. Спасибо огромное. Да, все. Применяйте, экспериментируйте, пробуйте, и, конечно же, потом можно будет обменяться. И вам огромное спасибо за такую включенность. И... А Ольга, как пишет, я буду ставить на паузу. Да. Всем удачи. Все. Всех люблю, целую, крепко-крепко обнимаю. Всем пока-пока. Спасибо большое, девочки. Я и так сегодня вся раскраснелась, волнуюсь еще, меня засмущали. Спасибо большое. Я увидела вопрос, Наталья задала, возражение дорого, что ответить? Вот мы здесь должны присоединиться, но не согласиться, потому что у нас действительно это недорого, если по-честному. Поэтому я обычно говорю, вы знаете, я так часто слышу эту фразу, ровно до того момента, как человек попробует, пощупал, поносил, экспериментировал, он сразу начинает понимать, что вот это люксовый продукт, и это очень доступная цена. Ответила на вопрос вам? Ну, это вот если он сомневается в цене продукта. А если он говорит, что ему дорого купить, можно спросить, скажите, вам дорого, потому что там сейчас финансы не позволяют, либо вы хотели, но вот денег не хватает. То есть можно такой вопрос. Смотрите, дорого может быть по отношению к продукту? Я вам ответила на этот вопрос. А дорого может быть у него сейчас со средствами, но средства экономит. И если он экономит средства у него, это выточните, тогда, вы знаете, у нас есть вообще просто уникальные условия для вас. Мы можем подобрать так, чтобы вы всю продукцию брали с 26-процентной скидкой. Либо если он берет по 20 и говорит дорого, даже клиент, я говорю, ну давайте мы с вами сейчас наметим, как, чтобы собрать максимальное количество акций, скидок, и вы сами удивитесь, что у вас продукт будет практически по очень минимальным ценам. вот два таких, две таких развилки. Ответила? Если есть еще вопросы, пишите, я здесь немножко еще. Все, я отключусь. Если вопрос будут, отвечу.